Вместо крыши дыра в небо. Так сейчас выглядит одна из квартир в прифронтовом Херсоне после очередного российского обстрела. Вот это все горело, они вот это все поливали. И вон комната у нее. Я не знаю. Вот пожалуйста. Ну вот если пойдет дождь, это все же. А у нее там такие кресла классные вообще, диван. Как страшно. Это очень страшно. И уже боюсь, как говорится, здесь уже и спать. Я уже тоже думаю, сейчас если дверь он сделает, все, я пойду до него на Карломарс. У них там подвал такой хороший. Он правда обсыпается так, но зато он сухой. Там вот тоже туалет они сделали, умывали. Российская ракета Ха-31 насквозь пробила крыши сразу нескольких квартир. К счастью, на верхнем этаже никого не было. Хозяева выехали еще во время оккупации города. Их соседи снизу уцелели чудом. Восемь вечера мы были в комнате и не услышали никакого взрыва, ничего. Только пелена появилась. И все. Я начала маму свою звать, потому что она была здесь в прихожей. И она не откликалась. И я с трудом пробралась. Вот это сейчас обсыпалось, а так вот буквально здесь было такое небольшое окошко. Я ее, вот это только, руку ее увидела. И все. Она меня втянула в эту дырку. И мы еле выбрались в дверь, потому что двери были заблокированы. Ну, еще и кошка наша жива. И мы еще и кошку достали. У нас все живы, все целы. Наталья вместе с матерью временно переедут к друзьям в соседний подъезд. Удастся ли восстановить свое жилье, пока не понимают. Весь потолок упал к нам в комнату на четвертом этаже. Там просто квартира без все. Я не знаю, как ее делать, куда ее делать, как делать. Мы с дочерью остались без жилья. Всю жизнь квартиру свою оберегал, колил, обойдет в день. Этот дом обстреляли уже трижды. Ранее взрывной волной были выбиты стекла, повреждены балконы. Сейчас верхние этажи одного из подъездов придется разбирать. Перекрытия полностью разрушены и возобновлению не подлежат. Это счастье, что у меня была дверь открыта. Было тепло, я ее просто открыла. А если бы она была закрыта, как вот этого. И смех, и грех. Самое главное – свет, вода, газ и интернет у нас есть. Это вообще такой был прилет. Это кошмар, это ужас, и я не знаю. Удар был такой силы, что взрывной волной выбило окна во всех соседних домах. Поврежден и небольшой рынок поблизости. Очень много пострадало товара. Что-то выпадало там, даже потолок упал. Страшно. Ну, а что делать? Ну, это страшно. Покупатели есть сейчас? Очень мало. Очень мало. Много, видишь, повыезжали. Ну, вот так. Значит, купили все еще. Это очень хорошо, что не было никого в ларке. А также, если продавцы стояли, это ж могло бы вы узнать, чем закончилось. Люди ходили. Люди ходили здесь рядом, возле ларков. Это, конечно, очень страшно. Это нам эти рашисты, конечно, себе дают знать. Ну, и часто дают. Да, часто. Я же говорю, мы уже сколько раз уже. Это ж не один раз такое было. Обстрелы в Херсоне не прекращаются ни на день. Армия РФ поливает огнем жилые кварталы города со всех доступных им видов оружия. 6 ноября ранения получили четверо мирных жителей. И эти цифры могут быть не окончательными. Взрывы в освобожденном Херсоне не утихают. Дарья Литовченко для телеканала Freedom.